Друзья, товарищи комрады, всем здравствуйте! Всех очень рад видеть на своем ютуб канале, посвященном влажному классическому бритью Shavemania.vkb Так, и сегодня у нас на обзоре предметы, присланные нам Пашей Танковым с канала Опасная Бризма, Бруклин Продакшн Привет Паш, привет все! И давайте начнем с такой вот помазочка, такой грибочек Потому что нам надо его будет еще сейчас замочить на пару минуточек Яким, 24 мм Вот такой вот пчелиный, пчелиный улей Не знаю, ананасик, кто как называет Так, давайте сразу налим Лимаем вот такую железную чашечку В теплую воду, да, не горячую На пару минут И хватит Так, далее Бриться мы будем сегодня Вот таким вот Секунду Вот таким вот станком Gillette Heritage Наследие Вес полностью станка 63 грамма Ручка отдельно Вес, ой, вес Размер 7,5 см 75 мм Ну, для меня это, в принципе, коротковатая ручка Привык 85-90, да Ну, 90 самая оптимальная Так, профиль 89-я голова, да Полностью У меня есть оригинальная 89-я Я думаю, может быть, когда-нибудь сравним Кстати, есть обзорчик на нее уже На обычную 89-ю, ну, добавлю Так, и давайте загрузим Уже вставил второпластовую пластиночку Колечко И сегодня будут лезвия вот такие вот Тоже присланные Пашей Каи Так, еще открыть бы их Так, такая находится вот в таких белых конвертиках Ноунейм И вот что из себя представляют Просто Просто лезая Без всяких логотипов Циферок Безо всего Так, давайте загрузим Ручка Ручка довольно-таки легкая Насечка такая Небольшая Приятная Так Загрузили, да А мыло Сбивать мы будем сегодня Опять же Прислонить Пашей танком Паша Аббата Юла Монтия Девять Одиннадцать Аромат Церкви То есть тут Шафран Ладан Мира Как еще было там на свете написано Аромат Лавок Базар Да С хрустящими Сладостями Гошки с винами Такая Довольно-таки приятный аромат Трудно описать Скорее всего Да Что-то такое церковное Даже может быть Что-то хвойное еще Вот так вот он выглядит Я уже немножко забирал Тестил Причем же этим По мазочкам Так И давайте Так Еще не сказал, да Забирать будем Ну, шпателечком Нашим Уже Нашим обычным А чаша будет Также Handmade Из Америки Modern USA Вот такая вот чаша Цвета Кобальт Но, ребят Камера не передает Все Да Вот эту Всю глубину Весь цвет Просто Умопомрачительно Красивая чаша С такими Пуговками Не пуговками В выпуклости Так вот она Смотрится Снаружи Да И давайте Загрузим сюда Мыло Думаю Мыло взять Побольше Ну, как побольше Сколько возьмем Ну, примерно Столько Да Сколько тут Ну, грамма Наверное Полтора А то Может быть Даже и два Много не мало Так Это все Помоем Потом Давайте Распределим Этот Ну, такой Крем Скорее всего Да Крем Кроп Правильно Будет Кроп Очень Мягкое Мело Почешем Вот таким Обратом Распределили Так Помозочек Наш Уже Давно Устал Отмакать Отмакать Теплой Еще Водя Прогремем А Не сказал Да Опять же Всегда Забываем Чем будем Ополоскиваться После Бритя После Бритя Будет У нас Вот такая От Эндорфина От Калифорния Есть Такие Отголоски С Мылом Что-то Похожее Но Он Более Такой Ядреный Так И Начинаем В общем Что У нас Начинает Происходить Вазок Сразу Весь Крем Себе Вбирает И Просят Воду Так Давайте Добавим Водем Не знаю Капель У Много Ну Капель Наверное Семь Добавили И Вот Что Сразу Происходит Оу Текло Да Тестовый Когда Взбивал Ну Добавил Видимо Много Воды Пена Получилась Такая С пузырьками Долго Взбивал Потому Что Потому Что Вот Сколько О Потерял Еще Один Лосок Текло Текло Подожди Подожди Позабиваем Чтобы Пена Не Садилась Но Я думаю Вот Это Мыло Предназначено Для Синтетики Думаю Не Подружится С Этим Барсуком Не Люблю Долго Сбивать Давайте Наверное Добьемся Это Дело На лице Да На лице На лице На лице На лице На лице На лице Подготовил Так сказать Полюбитвы Наносим На Первый Проход Так Что-то У нас Тут Не Очень Давайте Что С Чаши Ну Подберем У нас Зубы Не Кулиться Совершенно Не Такими Движениями Никакими Довольно Супы По-моему Не Кулиться Ну Все Я думаю Хватит Прогреваем Наш Становок Так Нахватит И Первый Проход У Росклющительно У Хватит Т Т Т Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Прям рука вот здесь вот здорово напрягает со стороны. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Так, наш помазочек. Вот это наша чаша. Сейчас немножко ее освежим. Ну тут освежать нечего, да? Вся пена в помазке. Остатки то, что аромат никуда не пропадает. Проход по росту будет по росту. Поперем. Еще один волосок. Ну ему не страшно, он пушистый. Так, осталось. Да, смотрите, отсюда это. Может, это было... Может, это было... Надо делать забор сразу в банке. Подозреваем. С этим он с чипами, может быть, не работает. У меня вот почему-то из таких мыл, у меня проблемно было вот именно с ад-чипами. И почему-то в баре Стрэндмен тоже. Если берешь там на чип, в чашу, то ли пена, то ли... Короче, не получается у меня пена. А когда забор... Не лыж из банки, все великолепно. И офигенная пена получается, скользючая. Так, давайте умаемся. Либо здесь очень много распушивается узел, да, становится слишком большой, и весь, всю пену барсук-хомячик, возможно. Возможно, изначально там осталось много воды. Но воду как бы прошеньку страть, поле, да? Давайте заберем, чтобы что жалеть, правильно? Вот примерно половину от того, что сегодня уже было. Сейчас мы это все быстро сделаем. Чуть-чуть подстроим. Либо изначально надо было делать больше запах. Так как, вроде на баночке пишут, что это био, да, биологическое, ну, биологическое, ну, короче, минимум химозы. То, возможно, ее расход там очень большой. Вот то, что у нас получается. Отлично, пень, ой, в чаши. Так как концентрат у нас получился. Давайте немножко смочим лицо. Ну, вот, совершенно. Совершенно и другое. Пенка уже есть такая жирная, плотная. Да, это верно, больше, больше забора и меньше воды. Так, давайте прогрянем станочек. Третий проход. Кротив. Просто щетина. Кротив. Кротив. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Начнем с мыла. Забор делали два раза, сейчас по-моему осталось в чаше. Что-то осталось, да, там кусочки мыла лежат. Может быть, потом на синтетике его как-нибудь попробуем. Да, на той синтетике. Нарзорыковской. Так, по аромату. Аромат, ну, он слабый, во-первых, ниже среднего. Пахнет, да, что-то церковное, хвойное, может быть, да, какие-то там специи добавлены. Ну, приемлемый аромат. Может быть, опять не всем подойдет, но интересно. За такую цену, такую мыло с таким расходом, ну, честно, не знаю. Как подарок, шикарно просто. Если бы я его покупал за свои деньги, я бы, наверное, вот после того, как попробовал Паша на мыло, я бы теперь уже задумался. У меня была мысль купить крокос, вот этот шафран, желтый такой, синий, этикетки с фиолетовым. Ну, вот теперь я задумался. Дальше, надо Паша узнать, какая-то версия мыла. Есть же первая, и с 21-го года они начали делать другую версию. Тоже это довольно-таки важный момент. Полезуем. И давайте сразу встанночек. Ну, вот как с вязочком. Ну, я думаю, хорошо отработали. Не на 5+, но на 5 отработали точно. Бритье получилось мягко. Я вот почти 99,9 был уверен, то, что буду порезать, срежем, болячки. Нет, все идеально прошло. Даже квасец не пригодился. Да, по встанок. Мне кажется, все-таки это R-89. Прям один в один. Но у меня есть, конечно. Я думаю, как-нибудь в ближайшем обзоре тет-а-тет сравним. Будет точная ставка. Помазак. Помазак. Ручка. Огонь. Просто. И по цвету, и по форме. Я вот на самом деле думал, то, что вот эти формы улей будут вообще настолько неудобные. Не ошибался. По ворсу. Кстати, я, по-моему, даже не говорил, да? 24 и 52 лофт. По ворсу. Он мягкий, но довольно-таки упругий. Совершенно не колется. Ну, вот, мне кажется, подхомячивает. Может быть, потому что он новый. Я его промывал и тестировал всего один раз пока. Это, по сути, только вот второе бритье с ним. И то, первый не брился, а просто сбил пену. Ну, я думаю, еще раз ходится. Да, при промывке откинул около 20 волосков. Там штук 18. Сейчас вот парочку достал, да? И на распаковке там волоска 2. Ну, я думаю, все. Ленятин перестанет на этом. Ну, и хорошо. Да, вот. Не наносим автошейв. Стою, разговариваю. И кожа совершенно не сводит, не стягивает вообще никак. Идеально себя ощущаю. Но мы не мыло без автошейва. Сегодня будет вот такая вот эндорфина от феномена. Акалифорния. Аромат. Ну, не схож, но в этом же направлении. Что-то такое. Ну, тут более такой травянисто, аптечное. Но, не для всех ароматов. Это, по-моему, по мотивам Derrida Hermes. Есть туалетная вода. Лучше где-нибудь картинку вставлю, да? Видите. Я думаю, вы так увидели. Ну, давай наносим. Кстати, я не разу пользовался, да? Вот уже полфлакончика осталось. У меня была такая бутылочка этого производителя. Фужер. Я ее полностью использовал. Причем, это самые первые автошейвы, которые начал выпускать феномена. И мне очень нравятся. Как и по цене, как и по ТТХ, и по ароматам. Вообще, совершенно ни в каком месте не жгло. То есть, бритье прошло без травм, без среза эпидермиса. И относительно чистое. Да? На 10 и плюс. Так. Ну, про аромат сказал, да. Ну, держится он, по-моему, где-то порядка, ну, 3-4 часа. Ну, с вечера, если греется, то нормально. Я думаю, косну уже, он выветрится. Хорошая штука. Интересно. Так, ну, и осталась у нас чаша. Так, давайте ее сполосим. Отличной пеной. Да, там кусочки мало останется, но ничего страшного. Чуть вытрем. Очень, как по мне, удобная чаша ее держать. Очень удобно. Ну, видите, она, да, такая неравномерная. Кстати, по ширине тоже не сказал, да. Какие-то места есть 10,5 см, какие-то 11 см. Да, см. Все верно. И глубина 4,5 см. То есть, такая оптимальная довольно-таки чаша для бритья, для помазка. Но вот этот, может быть, даже большеват помазок. Ну, под какую-нибудь синтетику 24 см. Идеально подойдет. И держать она не скользит. Держать довольно-таки удобно. И легкая, если упадет, ничего с ней разобьется. Хотя, керамику проверяли, да? Русская раковина выдержала. Тоже, по-моему. Если не видели, вставлю. Посмотрите. Ну, и на этом все, ребят. Все, желаю вам здоровья, хорошего настроения. Очень рад, что смотрите, что комментируете. Оставайтесь со мной. Впереди еще будет очень много интересного. Ария Редачи. Ваше большое спасибо за такие офигенные плюшки. Пока. Пссс, там-то не показал. Футболочку. Бруклин.